всем большой привет и здравствуйте у меня сегодня опять ролик про мой маленький rs210 токарный станочек но точить мы сегодня наверное ничего не будем хотя посмотрим сегодня у меня обновка для моего станка на просторах авито мне подсказали что есть умельцы у нас в россии которые для таких станочков делают новые лимбы новенькие лимбы под заказ какие вам нужны они делают не реклама просто мне очень понравилось я рассказываю о хорошем парне он вам сделать лимбы на ежаке на ваши на тв в общем на любой токарный станок вы ему присылаете эскиз размеры договаривайтесь он вам делает но данной ситуации так и получилось я увидел на авито что есть новые лимбы для вот этих станочков сейчас я разницу пообъясню вот родные лимбики да диаметр его буквально тут 30 миллиметров и в него умудрились а впихнуть кучу вот этих показаний на маленьком диаметре то есть расстояние между черточками маленькая и лимб получился мало информативный мало то что шаг у винта всего миллиметр еще это все маленький я договорился попросил и в него есть возможность у этого паренька или как его назвать я присылаю данные что у меня шаг на винте один и за один оборот соответственно у меня суппорт уходит всего-навсего на 1 миллиметр ну или с диаметра снимается 2 миллиметра здесь а линия разлинеена на перемещение показывает по радиусу то есть один миллиметр и в голове приходится это все умножать перемножать а еще и деление сделано через вот этих пять соток непонятно куда-то брр короче тяжеловато но я попросил сделать увеличенные лимбы с точностью ребят 1 сотая на диаметр и вот это вся радость вот так получается будет крутиться в общем давайте сейчас попробуем это все поставить и посмотрим как это вышло тем более что я заказал мимо не только на поперечную подачу но еще и на продольную они-то тоже массе пузеньки где-то там далеко стоят их вообще не вида теперь поставим вот такие вот огромные циферки большие им нам будет все намного лучше вида ну к нам да мне будет лучше видно вам будет более интересные ролики в общем сегодня у меня ролик по модернизации моего станка ничего никуда не буду переделывать просто вот снял и все вот у нас есть ли здесь у нас за один оборот ручки суппорт перемещается на 25 миллиметров ну здесь есть эти данные показания да ну блин настолько это все как-то вот она неудобно честно говоря а вот эти лимбы как раз для замены теоретически они должны подойти просто-напросто берем вставляем оделся и соответственно вот этот сейчас родной надо снять а новый туда поставить он здесь стоит всего на все за счет усилия пружины вот я его пытаюсь сейчас вот так вот снимаю аккуратненько чтобы пружинка мне в лоб не выстрелил вот он это родной заводской лимб убираем его в сторонку белоснежно чистой тряпочкой все естественно это протираем ребят так и пробуем вот он четко и красиво становится то есть осталось только пружинку зафиксировать поджимаю и ногтем если мне сил хватит точка опоры есть пружинку я нашел теперь бы это все не выстрелило мне в лоб куда-нибудь опа готова и так лимб одеты плотненько крутится все четко ну а теперь вот этот вместо маленького показателя вот этого надо прикрутить вот этот большой на одну сотую миллиметра так но тут у нас входит свободно сейчас подумаю как его закрепить вытащив из валика маленькую шпоночку и выкрутив вот эти болты имеется возможность вытащить вот эту втулку довольно плотненько сидит без люфтов ребят нормально вот она и с ней же выходит валик привода да так вот у нас здесь люфтов тоже пока месте еще у меня нету ну как он есть там какая-то в общем маленький маленький люфтик на руку на сухую почти не чувствуется если смазать густой смазкой то люфта вообще не будет для для чего это выкрутил ребят смотрите вот присланный контрольное колечко да с этими с меточкой а это вот заводская черточка вот здесь вот есть да вот если мы их совместим вот так совмещаем то оно одевается но тут есть небольшой люфт я даже померяю насколько так здесь мы имеем с вами 3488 здесь и мы имеем 3535 то есть 88 на 35 то есть разница в диаметром между ними десяточка туину полторы максимум я сейчас вот эту штучку возьму можно просто эпоксидка намазать поставить она приклеится да и будет нормально я сейчас вот эту штуку наверно накаткой накатаю поверхность она чуть раздастся я просто-напросто запрессуют это колечко и так выставили накаточку сейчас попробуем и так а итак вот такая у меня накладка получилась и в принципе он туда не лезет то есть будем забивать все это дело молотком так чтоб не ошибиться отверстие вверх ну соответственно где-то вверху у нас должна быть вот эта отметка лимбиков черточка напротив отверстия как раз далее беру очиститель дроссельной заслонки накатку я делал с маслицем поэтому надо сейчас тут все это обезжирить есть обезжирю для того что я сейчас буду это все сажать на резьбовой фиксатор красный на красный фиксатор сейчас мы это все засадим накатка накатка ну пусть еще и он будет тупо забил молотком аккуратненько на оправочке да так вверх лимбика есть вставляем шпоночку ну а этот уже у нас одеты подпружиненный остается только его поставить и затянуть гаечку так этот поставленный давайте к следующему перейдем следующий лимбик да у нас смотрим что у нас тут а с ним происходит конструктивно они очень и очень похожи здесь выставляем колечко с города вместо вот этого вот литого вернее прям на него устанавливаю новое колечко увеличенное вот она у себя ребят не ставится ну и это обговаривалось потому что литьё оно разное бывает на разных станках разных производителей 36 здесь у меня 35 ну то есть миллиметр или надо здесь расточить или надо вот здесь а проточить по верху я принимаю решение снять вот этот удлинитель и проточить его поверх после литья он тут я его померил он не совсем круглый и соответственно я его протачиваю с маленьким буртиком со ступенечкой и колечко у меня встанет плотненько до буртика будет зафиксировано также плотную посадку сделаю молотковую до вот такой винт у нас шах один у него так белоснежная чистая тряпочка естественно в работе шпонку надо вытащить вытащил шпонку я теперь могу вытащить винт через тело всей штуки здесь а втулочка здесь тоже наверно не знаю еще не рассмотрел игрушечный валик длиной 25 сантиметров а я сейчас просто иду на другой станок и протачиваешь сюда плотненько села он также намазал фиксатором припус где-то 7 соток на тяг сделал это дюралька она легко тянется ну вот она принципе до буртика дошла наверное проконтролируем еще разок а вот теперь дошла здесь у меня была маленькая вытачка вот даже за усемку еще видно и как раз вот он заподлицо у нас встал ну вот в принципе и все можно теперь собирать это все дело в кучу опять буду использовать синюю смазку литиевую здесь обороты небольшие то есть вы выгореть она не может воды в ней нету в станок вернее работает без воды соответственно смазка воду напитывать не будет ну в общем как раз низко оборотистая не слабо нагруженные детали то что надо то что доктор прописал это мы сюда вставляем вот она и теперь винт туда у нас должен где-то там попасть ну а теперь остается снять старый лимб так вот на пружинке и соответственно установить новый тут уже все подогнано молодец мастер прям щетка обязательно вот эту пружинку и потом уже одеваем вот эту вот штуку здесь наверно тоже надо каким-то солидолом смазать чтоб не на сухую все это тут терлось и так строил я тут строил наконец построил эти колечки встали верни как это колечко встало все работает все четко удалось люфтики подогнать подточить проточил смазал внутри все синеньким замечательно теперь у меня одно деление 1 сотой миллиметра не как вот здесь две сотки еще и надя и еще на радиус стоит в голове перемножаешь туда-сюда то есть фактически одно деление одно это деление давало перемещение на короче было плохо а теперь у меня одно деление вот тут маленькая как раз 1 сотой миллиметра и есть именно с диаметра 1 сотая то есть 10 микрон с диаметром Елки, куда еще точнее Здесь я тоже малый продольный поставил К нему в комплекте вот такое колечко шло тоже С точностью 0,01 мм Все, но получается, что ее тут некуда ставить Ну, фактически надо вот так сегмент отпилить от него И уже вот этот сегментик буквально вот здесь я вот приварить Приклеить, приварить или еще что-то сделать Буквально чуть-чуть вот так обрезается Вот, поэтому я решил ничего не делать А вот тут с краешку сделаю просто рисочку надфилем И буду вот уже по этой рисочке засекать, как оно куда движется Думаю, мне этого хватит Ну, или посмотрю со временем, может быть, все-таки обнаглею Отпилю только чем дюралюминий D16T к стальной этой штуке приклеивать Я не знаю, ребят, посмотрим Ну, пока местак есть, пусть будет Уже намного лучше, чем вот с вот этими вот непонятными Куда чего крутить Теперь у меня малая продольная 1,01 мм Поперечный лимб 1,01 мм И продольный лимб с точностью 1,1 мм Ну, тут оборот 25 мм полный Раз, это вот 25 мм он уезжает Здесь я очень легко и хорошо Что-то точить, протачивать, испытывать Насколько это все точно не буду, ребят Это просто пустая трата времени Мне теперь стало легче Намного То есть, вместо вот этих крохопулечек У меня теперь большие, удобные, наглядные лимбы Где, тем более, поперечка перемещения Именно по диаметру Как на 1К62 А не 2,5 сотки на одно деление Да еще и по радиусу Сдвинулся, 5 соток, ну, полдесятки Ну, в общем, фигня всякая, да, в голове Неудобно Ну, и еще, естественно, я работаю у пауцы А когда работаешь у пауцы Сами лимбы Они нужны просто для ориентации Ты какой-то где-то нолик отбился Здесь я тоже нолик отбился Работаешь поэтому А здесь просто контролируешь Особенно удобно контролировать Когда работаешь в режиме резьбы нарезания Ссылочку на авито оставлять не буду Просто, если кому интересно На авито пишите Лимбы для токарного станка Там всего двое-трое ребят Кто этим занимается И, соответственно, на любого из них выходите Они все добропорядочные, скажем так, исполнители Созваниваетесь И получаете необходимое это Ну, а на этом все Всем-всем-всем, как всегда, большой такой привет Будьте здоровы Модернизируйте ваше станочное оборудование Ну, и всем пока